Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok С обоими разговаривал и имел учесть Для меня Гавел очень много значит Он был основатель хартии 77 С которой пошло правозащитное движение в Чехословакии И он был председателем Чехословакской хельсинской группы А я 15 лет председателем московской хельсинской группы Вы понимаете, что для меня значит премия Вацлава Гавела? Это во-первых А во-вторых, это премия Вацлава Гавела, которую дала Европейская ассамблея парламентская Мне, российской правозащитницей Когда наша родина сама себя удаляет из Европы И вообще от цивилизованного мира И вдруг выбор падает на россиянку Но я, конечно, понимаю, что премия не лично мне, а всему правозащитному движению в нашей стране Это не просто слова, которые в таких случаях полагаются произносить Это правда, потому что и в советское время 25 лет правозащитное движение у нас длилось в советское время И в России, где тоже 25 лет оно существует Нам в этом году как раз 50 Я знаю, как в каких трудных условиях работают мои соотечественники Я с самого начала этого движения в нем участвую И я это знаю, как говорится, на своей шкуре Поэтому вы себе представить не можете Сколько замечательных, самоотверженных, бескорыстнейших людей Участвуют в этом движении по всей стране И я уверена, что, давая эту премию, мне имели в виду их всех Потому что я одна Один в поле не воин, как известно Людмила Михайловна, вот на ваш взгляд Поговорим сейчас немножко о ситуации в России О демократическом движении Как вы видите нынешнее демократическое движение Как вы видите нынешнее состояние демократии И произошел ли регресс И почему он произошел Когда рухнул Советский Союз Мы было двинулись к демократии И неплохо продвинулись Во-первых, Конституция У нас, если взять особенно важную для меня вторую главу Где речь идет о правах и свободах человека То у нас правы свободны чуть не меньше, чем в самых цивилизованных странах современного мира В самых свободных странах современного мира Ну, включая Германию Последние годы мы пошли назад Вы знаете, в этом тоже нет ничего удивительного Потому что всегда бывает так Когда происходит в стране революция У нас практически произошла глубочайшая революция Хоть и почти бескровная Ну, когда рухнул Советский Союз Так вот, когда происходит революция Всегда потом бывает откат назад К сожалению, он у нас оказался очень такой Серьезный И очень растянутый во времени Но, может быть, даже это объяснимо Потому что Ведь, к сожалению Моя страна За свою Более чем тысячелетнюю историю Почти не было Периодов свободы Вот этот период Скажем, с 87-го года По где-то По середину двухтысячных Пожалуй, самый длительный Во всей многотысячной В более чем тысячелетней истории России По-видимому, это недостаточно Чтобы сразу, значит, так Уверенно И без помехи И к демократии И правовому государству Тем более, что Когда рухнул Советский Союз Нам, россиянам Эти все вот Права и свободы Достались почти Даром А что мы и сделали Для того, чтобы рухнул Советский Союз Он сам рухнул И Конституцию Писали умные люди А остальные Только кивали, как говорится И поэтому Знаете Что легко завоевываешь Что легко теряешь То есть, вернее Что легко получаешь Что легко теряешь Мы это не завоевывали Свои свободы Вот в этот раз А вот сейчас Мы медленно Мучительно Будем их Зваевывать Наверное Этот период Растянется Вот мне Из того, что мне уже 88 лет Я, по-видимому Не доживу До того времени Когда Россия Станет Демократическим И правовым государством Но она Таким Обязательно Станет Потому что Мы европейская Страна И по географии И по истории И по религии И по культуре И по образованию Населения Мы европейская Страна И мы Неминуемо Будем И демократической Страной И правовым Государством Ну вот Вы молодой Вы доживете Хотя Вы не у нас Живете Я, к сожалению Наверное Не доживу Потому что Я думаю Что на это Уйдет все-таки Какое-то время Ну За себя Я не очень Огорчаюсь Потому что Ведь каждый До чего-нибудь Не доживет Правда? Важно Не до чего Дожил А как Прожил У меня Советчеста Насчет этого Я полвека Добиваюсь Чтоб Россия Стала Страной Где уважают Человека Его права Россия Будет Таким Государством Я уверена Ошибочно Говорит Например Если В конце Восьмидесятых Девяностых Люди Больше Стремились К демократии Чем сейчас Знаете Знаете Как Думали Вот Выгоним Коммунистов Которые Все Насточертели Выгоним И Заживем Как в Америке А мы Выгнали Коммунистов Они Зажили Как в Америке А это Быстро Не получается И вот Кто-то Недавно Очень хорошо Сказал А Профессор Узан Декан Экономического Факультета Московского Университета Он сказал Мои Соотечественники Тогда Стремились Не к Демократии Они Стремились К Обществу Потребления Чтоб Дефицита Не было А Этого Мы Добились А Общество Потребления Это Еще Не демократия Вот Сейчас Люди Постепенно Начинают Понимать Например Даже Сейчас Даже Такие Задавленные По Такому Вопросу Вот Социологи Задают Вопрос Как Вы Считаете Губернаторов Надо Назначать Или Выбирать Подавляющее Большинство Говорит Выбирать Надо Значит Постепенно Начинают Понимать Понимать Но Это Приходит Постепенно Вот Мы Стали Общим Потреблением Мы Хотим Перестали Голодать Перестали В очередях Стоять Что Изнурительно Унизительно Для людей Стоять В очередях За хлебом За картошкой За маслом И так далее Ну Теперь И о свободе Можно подумать Я думаю Так Оно и будет Сейчас Это Очень Правда Сейчас Говорят Опять Вот Дикая Пропаганда Идет Знаете Там Заблась И так далее И в то же время Кризис На стране И Падает Жизненный Уровень И говорят Вот холодильник Победит Телевизор Может быть Холодильник Победит Телевизор Но Не это Важно Важно Чтобы люди Поняли Что Телевизор Врет И Чтобы Они Возмутились Что Нам Взрослым Людям Лапшу На уши Вешают Вот Тогда Другое Дело Вот Это Уже Будет Путь К Прозрению Слушайте Мои Содичники Не умнее Тех Кто Живет В Европе В Европе В Америке Но И не глупее Уверяю вас Такие же люди Додумаются Мы будем Демократической страной Правовым государством Уверяю вас Ведена Венainen Вверя Вы Не раз Попадали В список Одной Из самых Влиятельных В женщина России В чем И заключается Ваша Влиятельность Ой Спросите Тех Кто Включал У меня в этот список понятия не имею. По-моему, я человек как человек. Одно могу сказать, что... Вот, ей-богу, я к этому не причастна. Я никакого пиара... Ну вот, Настя, признайте, я занималась пиаром. Никогда? Никогда. Только прав человека? Мне некогда. Глупость эта пиаром занималась. Мне неинтересно просто. Может, в данном случае, что именно в правовой области, что вы можете многое сделать, поэтому как раз вы в таком ключе попадаете? Вы знаете, я чувствую, что я могу что-то сделать. Это удивительно. Я не знаю, почему. Нет, почему ко мне хорошо относятся мои коллеги, я понимаю. Потому что я к ним хорошо отношусь. Я их люблю, я им доверяю. Я с ними вместе по-честному работаю. Ну, почему им мне не доверять? Они ко мне хорошо относятся, я верю в это. А почему ко мне? Люди у власти, многие хорошо относятся. Такое есть. Это я объяснить не могу. Потому что я говорю все, что я считаю нужным. и немецкой волне, и русской службе новостей, которую слушают всякие сторонники Крым-наш в основном. и своим друзьям, я всем говорю одно и то же. То, что я думаю, и то, что я считаю. Единственное, что у меня есть, но это... Вообще-то, немного. Это, знаете, бабушка, которая меня воспитывала, поскольку у меня мама работающая женщина была. Она мне говорила, если с тобой уже человек разговаривает вежливо, ты должна отвечать ему вежливо. Отвечать обязательно и вежливо. А если человек тебя грубит, ты вообще с ним не разговаривай. Ты же не будешь сама грубить, опускаться до этого. Не разговаривай, и все. И вы знаете, она мне так вбила в голову, что я недавно обнаружила, что я действительно так и живу всю жизнь. Когда мне вежливо спрашивают, я отвечаю вежливо. И поэтому, вот когда на митингах кричат там, например, «Россия без Путина», я не присоединяюсь к этим крикам. Потому что я знаю, что большинство моих соотечественников за него голосовали. почему Россия без Путина? Ну, а вы чего они хотят? Выборы нужны, а не кричать на митингах. И когда я разговариваю с любым чиновником, я себе никогда не позволяю сказать, «Ой, вы такой высекой», там, знаете, что-нибудь обидное человеку. Ну, не люблю я обидное говорить. Я или говорю вежливо, или вообще молчу. Ну, это просто вопрос воспитания. А больше я не знаю, почему. Ну, в общем, со мной более-менее вежливо разговаривают всякие там сильные мира всего. Виктория Михайловна, вот вы начали говорить про власть. В 2012 году, если не ошибаюсь, вы покидали Совет при Президенте и потом вернулись. Почему вы вернулись? И вот чем вы в данный момент занимаетесь? Что вы можете сделать в этом Совете? Вернулась я потому, что, как я уже скатала, у нас становится правозащитником работать все труднее. И Совет по правам человека при Президенте – одна из немногих площадок, где что-то можно делать. где можно быть, ну, хотя бы частично услышанной. Поэтому я вернулась. А что я собираюсь сделать? Знаете, вот я завтра вылетаю отсюда в Прагу, потому что 30-го там будет конференция. я получила премию в Астол Гавилл и обязана участвовать в конференции, которую устраивают его соотечественники. Вот. И в тот же день я вылечу Москву, потому что на 1 октября назначено собрание Совета, Президентского Совета по правам человека в присутствии Президента. Это бывает примерно два раза в год. И я выбрала себе тему, с которой я хочу выступать. Закон об агендах иностранного государства. Хотя Московская и Хельсинская группа, к счастью, не является таковым, но многие очень достойные организации оказались в этом возмутительном списке, несправедливом. и, может быть, именно потому, что моя организация таковой не читается, то есть у меня вроде бы личного интереса нету, именно я должна выступить против этого закона и постараться убедить президента что-то изменить в этом отношении. А вы можете к президенту допустим после доклада подойти лично сказать еще раз? Можете, допустим, после доклада лично подойти еще раз к президенту, обсудить с ним это? Такое возможно? Я не знаю. А зачем лично подходить? Я просто выступать буду. например, я хочу в своем выступлении задать ему такой вопрос и сказать Владимира Владимировича очень прошу ответьте мне на этот вопрос. Вот здесь ответьте. Потому что он обычно выслушивает и тут же дает какой-то ответ на оценку выступлению. Я хочу ему сказать Владимир Владимирович, вот объясните мне непонятно, почему, скажем, если Газпром или какой-то предприниматель находит средства за рубежом. Это считается похвально этой инвестицией. Наше государство тоже одалживается за рубежом. И это тоже похвально, если ему удается привлечь инвестиции. А когда некоммерческая организация получает средства за рубежом, почему-то она считается агентом иностранного государства. Хотя мы делаем то же самое. и тоже в интересах своей страны. Вот объясните мне, почему такая разница в отношении того же самого действия коммерческих правительственных организаций и общественных. Ну, может, он мне отвечет? Я не знаю. Я правда не могу найти это на этот вопрос. я не понимаю, почему нам так не доверяют, почему нас подозревают в том, что мы чуть не шпионы или там предачи какие-то. Такой вопрос у меня. Поговорим немножко о диалоге у Киев-Москва. Как вы оцениваете роль, вообще, политику России в отношении Украины и возможен ли диалог в ближайшем будущем или в среднесрочной перспективе нормальный диалог между Москвой и Киевом? Я считаю, что очень важно, чтобы говорили напрямую между собою граждане Украины и России. Нам ведь нечего делить. И мы должны вести гражданскую дипломатию говорить о том, что ни им, ни нам эта война не нужна и надо как-то выходить из тяжелого сложившегося положения. Возможен ли диалог на правительственном уровне? Ну, Минские соглашения таковым являются вроде, но я знаю, что отношения в украинском обществе очень неоднозначные к Минским соглашениям. Там считают, что это обещание о прекращении войны, огня со стороны России России в обмен недопустимые уступки со стороны Украины. Так или не так, мне судить трудно, я не политик, но если украинская общественность считает так, мы должны с этим считаться. это важно, что думают люди, они ведь не дураки. Как вы оцениваете политику России в конфликте на востоке Украины? В отношении Украины? Да. Просто плачу, потому что, честно говоря, мне очень трудно провести грань, где русские, где украинцы, где Россия, где Украина. У нас, по-моему, нет человека, у которого бы на Украине не было родственников или друзей, любимых мест, понимаете? Ну, как вам сказать, это как если братья между собой поссорились или сестры, поскольку Украина и Россия женского рода, да, вот поссорились между собой родные сестры, от одного корня, что, кстати, с казачьей тут тоже имеет место. Мы же знаем, как создавалась Украина. это невероятная совершенно, немыслимая ситуация, которая не должна быть, а она есть. Вы знаете, это трудно даже вместить в голову. Я, когда начинаю об этом думать или когда слушаю известие, а тут просто реветь начинаю. кончить это очень трудно, потому что вот начать свару между близкими людьми глупо, но удается. а вот забыть о ней, чтобы обе стороны забыли, очень трудно. Не знаю, мы жуткую, жуткую вещь делали, жуткую, с Крымом и с Донбассом, с Луганским. Немыслимые. Мне в страшном сне не снилось, что мы можем воевать с Украиной. Когда с Грузией воевали, я ревела. Близкая очень. Ну, как-то исторически, знаете, любовь. У русской и грузинской интеллигенции давняя любовь. А тут совсем другое. Это именно как со своими. я не думала, что до этого доживу. Это ужасно. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.